Я не ввел подсчетов, но по ощущениям, народу становится все меньше и больше. Это верный признак того, что надо двигаться к каузу. В принципе, я еще много чего не сказал из инструментария аналитического. Например, я не рассказывал про позицию искусственного, естественного, без которой достаточно сложно аналитически относиться к каким-то явлениям, событиям, процессам. Я не рассказал про целый ряд методологических схем, без которых тоже, в общем, невозможно производить аналитическую работу. Но если про все это рассказывать, то это, в общем, выльется очень длинный какой-то кусок еще. Поэтому я сейчас, по крайней мере, сегодня начну. Мы там продолжим. Начну выходить к последним работам аналитического происхождения. Но синтетического и интеграционного содержания. Это какой-то период в моей деятельности, который, наверное, верное, верное, можно так уже ясно обозначить, означавшийся с 2013 года, 2013 года. И, собственно, я не так много написал с тех пор, но вот то, что можно предъявлять и обсуждать, ну, вливается в несколько тем. Главным из них являются, наверное, три темы. Это первая европейская политика, но в узкой сфере. МГО и гражданское общество. Вторая тема – это политтехнологии третьего поколения. И третья тема – это, скажем, современный бизнес и экономика. Эти три темы, которые могут быть предъявлены в виде текстов. Значит, это тексты про четвертый сектор в МГО и гражданском обществе. Это текст про политтехнологии третьего поколения и сопряженные с ним тексты про консультальную войну, информационную и консультальную войну. И третье – это холодное потепление после… Горячее… Глобальное потепление после холодной войны. Начну с первого и самого простого. Мой такой непосредственный интерес к анализу процессов в гражданском обществе, ситуации в гражданском обществе, также интерес к особой форме существования гражданского общества в виде не государственных, а правительственных организаций, проявился после 1997 года. До этого меня это мало волновало. Меня интересовала юридическая форма общественных организаций, общественных объединений, поскольку она позволяла определенным образом устроить организационную работу и не сильно применяла. В 1994 году мы зарегистрировали агентство гуманитарных технологий. В некоторое время оно просуществовало и в двойном таком статусе. То есть были зарегистрированы сразу две организации с одним названием – Агентство гуманитарных технологий – ООО и ООО, то есть общество с ограниченной ответственностью и общественной организацией. Опять же, я тогда относился к этому очень просто. То есть общество с ограниченной ответственностью дает возможность зарабатывать деньги на консалтинг и на оказание каких-то услуг. А общественная организация дает возможность эти деньги тратить на собственные какие-то проекты, на собственные нужды. И меня меньше всего тогда волновала грантовая политика, скажем, какие-то фонды, которые поддерживают НГО и так далее. Я на это никогда не рассчитывал. Но достаточно быстро мне предложили сотрудничество с фондом Сороса. И я вошел в борт программы обновления гуманитарного образования фонды Сороса, в котором мне пришлось столкнуться уже не с юридической формой существования в Беларуси, что в постсоветском пространстве, а с международными фондами, с международной деятельностью в области НГО, общественной активности. фонд Сороса просуществовал в Беларуси до 1997 года. И в 1997 году произошло несколько событий, очень важных для гражданского общества. Беларусь и для третьего сектора. Первое событие – это было объявлено перерегистрация всех общественных организаций. И мы не стали проходить эту перерегистрацию, потому что несколько лет существования НГО нашего агентства гуманитарных технологий показало, что никаких преимуществ собственно, организационная форма не дает неформальное наше сообщество, наше объединение, как существовало, как неформальное, так и существует, как неформальный юридический статус, в общем, ну, ничего практически нам не дает. Правда, это было чисто эмпирическое наблюдение, и я не вдавался в подробности, почему это так. Во всяком случае, когда мне приходилось иметь дело с государственными структурами, с отдельными гражданами или с другими общественными объединениями, я всегда действовал практически лично, и мои коллеги, которые тогда входили в АГТ, на АГТ-1 мы его называем, они точно так же поступали. То есть мы выступали персонально. Персонально заявляя, да, что у нас есть вот некая группа, некая кружок, коллектив на АГТ, и этого было достаточно. Никто не спрашивал из третьего сектора или из бизнеса, и даже из государственных структур, никто не спрашивал регистрации, никто не обращал внимание на все эти заморочки формальные. Но те контакты, которые у нас были с государством, в первую очередь, по личным связям, тогда они работали еще по личным связям. Да потом стало понятно, что государственным структурам рекомендовано, а потом, может быть, их и обязали ограничить свернуть контакты со всякого рода структурами третьего сектора. Но до 1997 года это не проявлялось сильно, и поэтому мы не стали проходить перерегистрацию по простой причине, потому что нам это ничего не давало для деятельности. Нормальная структура. Но вот в фонде Сороса были достаточно большие ресурсы, и у фонда Сороса была такая, ну, как бы, бренд, что ли, да, бренд, который позволял действовать уже именно от фонда Сороса. По крайней мере, не будь этого бренда, мы не могли бы, там, скажем, создать ассоциацию инновационных школ, которую мы создавали, в которую вписалось там несколько десятков школ со всей страны. мы отобрали там 23 школы для продолжения работы с ними, и как-то там работали. Это были и частные школы, и государственные, и, ну, в смысле, экспериментальные, и обычные хорошие школы и так далее. Без шапки, без крыши фонда Сороса, наверное, это было бы делать достаточно сложно. Точно так же мы, поскольку в борт программы обновления гуманитарного образования входили три академика, министр образования и я, то, в общем, на этом основании, как бы, личного контакта мы могли работать и с министерством образования, с госструктурой. очень большой. Но в девяносто седьмом году, помимо перерегистрации, закрывают и фон Сорос весной. Все наши попытки его как-то спасти, там, перерегистрироваться, какие-то другие формы, в общем, успех не имели, и фон Сороса перестал существовать. Третье событие, которое тоже в это же время происходит, имеющее огромное значение для третьего сектора, это связано с госпереворотом девяносто шестого года, когда стало понятно, что политические партии и как структура первого сектора потеряли свою актуальность, утратили, в общем, смысл существования и продолжение политической работы, возможно, в виде общественной работы. Поэтому наиболее активные члены политических партий стали перемещаться в НГУ, и возникло несколько крупных попыток создания зонтичных структур, зонтичных или каких-то мощных объединений в третьем секторе, главным из которых является, конечно же, ассамблея неурадовых организаций. Она была создана по инициативе нескольких людей, в общем, занимавших там определенную политическую позицию. Это Папупа Александров, это Павел Данейка, это Винцук Вечерка, ну там еще целые от людей. Тогда в инициативную группу по созданию ассамблеи неурадовых организаций входило человек 30, наверное. Несколько раз мы собирались, обсуждалась концепция этого всего, ну и, наконец, она была создана, зарегистрирована. В объединенной гражданской партии я тогда тоже на полицовете объявил необходимость новой программы проявления партийной активности и предложил тоже переместить целый ряд активностей в третий сектор, зарегистрировать членами партии несколько МГУ, чтобы, как бы, отстроиться немножко от политической деятельности и вести необходимую работу в виде этих МГУ. Ну, частично это было сделано, частично партия проигнорировала эти вещи и пыталась сохраниться именно в том виде, в котором существовало до этого. она до сих пор существует в этом виде, но совершенно неэффективна. И поэтому тогда же мы, вот я уже упоминал, описанниками сначала, а потом к нам присоединились Петр Марцев, Виктор Ивашкевич и Дмитрий Бондаренко, мы стали создавать общественное движение, которое к осени получило название «Партия 97». Правда, опять же, просуществовало это общественное движение не более полугода после объявления в таком виде, как общественное движение, и Санников начал превращать ее в квазипартию. Ну, и тогда мы, я, и Марцев, и Ивашкевич оттуда ушли, остался Санников за Бондаренко, там еще вряд ли людей к ним много присоединилось, и, в общем-то, они действительно эволюционировали из общественного движения в партию. Ну, и к 2010 году это все, в общем-то, в толку, как вы знаете. Но, вот эти события, они всего лишь повернули меня к анализу третьего сектора и НГО. И вот, что я тогда сразу увидел, что идет очень дурная европейская политика в отношении НГО. Европейцы достаточно давно заметили пользу от формальной регистрации общественных инициатив и общественных движений. Они начали их регистрировать, издавать разного рода законы, нормативы деятельности, разрабатывать разного рода контрольные мероприятия по отношению к этим НГО. И, в первую очередь, скандинавы, потом и остальные европейцы обложили общественную активность, общественные инициативы в целом рядом нормативных и законодательных актов, которые долгое время не мешали общественной активности, вплоть до 80-х годов. В 80-е годы резко изменилось финансовое положение НГО в европейских странах. В 90-м годах это вообще стало уже большой проблемой. Дело в том, что общественная активность или структура гражданского общества, сложившаяся еще в виде клубов в конце 18-го века или начавшая складываться в виде клубов в конце 18-го века, и так существовавшие вплоть до середины 20-го века, в качестве ресурсов опирались на волонтерские движения. То есть люди работали непосредственно добровольно и бесплатно для достижения тех или иных целей или реализации тех или иных ценностей. Второй источник, ресурсный источник для деятельности такого рода структур, клубов, это было благотворительность или пожертвование. То есть люди добровольно участвовали в достижении общественно значимых целей и реализации общественных ценностей, либо непосредственно вкладывая свое свободное время в это, посвящая этому свое свободное время, либо поддерживая это деньгами. Поэтому бюджеты, если они существовали в принципе, потому что большая часть общественной активности существовала без бюджетов, бюджеты были безразмерными. То есть сколько есть пожертвований, столько есть. Сколько есть людей, готовых на волонтерских началах служить поставленным целям и ценностям, столько и есть. И поэтому, чем более привлекательными и простыми были цели и ценности, тем больше волонтеров они привлекали и тем больше было желающих пожертвовать на достижение этих целей каких-то денег. Вот в таком виде общественный третий сектор или гражданское общество существует до сих пор в Америке. А вот в Европе сами общественники, сначала профсоюзы, а потом общественники, стали претендовать на долю общественного продукта, выделяемого на те цели и для реализации тех ценностей, которые они декларируют. То есть они не просто стали вкладывать свой труд и свои деньги в эти процессы, но стали настаивать на том, чтобы государство выделяло эти деньги. Как только государство согласилось с этим и начало выделять эти деньги, то оно стало и требовать чего-то за свои деньги от этих общественных организаций. И общественные организации, зарегистрированные, получающие деньги от государства или квази-государственных структур, стали превращаться из свободной активности граждан из клубов в сервильные обслуживающие структуры. И возникло такое разделение на общественную активность, никак не оформленную формально и не претендующую на государственное финансирование, и как бы общественные организации, которые смогли пролоббировать для себя отделение неких фондов. Потом стали создаваться специальные фонды, фонды, которые аккумулировали в себе деньги жертвователей или деньги спонсоров на эти вещи, поскольку общим коммерческим структурам или богатым людям, которые не могут сами позволить себе вкладывать в общественную активность свой труд, которым проще, скажем, пожертвовать деньги какие-то, которые у них есть на это. Они стали понимать, что если они жертвуют, ну, скажем так, заслуживающие внимание суммы, не обязательно большие, но просто те, которые, как бы, вот, деньги, да, то надо следить за тем, как эти деньги расходуются. А это значит, чтобы следить, тут уже добровольного труда недостаточно. Нужно нанимать людей, аудиторов, там, бухгалтеров, контролеров каких-то и так далее, и так далее. Люди, которые зарабатывают деньги, то есть бизнес, предприниматели и прочее, которые могут себе позволить платить, ну, или жертвовать на общественную активность, не могут себе позволить нанимать еще какой-то дополнительный штат для наблюдения за расходованием этих средств. И тогда появилось на рынке такого рода потребностей, появилось предложение. Стали регистрироваться фонды, которые взялись аккумулировать пожертвования, затем направлять их на какие-то общественные инициативы, ну, и, соответственно, контролировать и предоставлять отчет тем, кто вкладывает эти деньги в фонд. Вот, например, фонд Сороса был одним из первых таких структур. То есть, они уже были до этого, такие структуры в Европе, но фонд Сороса был самый крупный, и поэтому он стал прецедентом, стал парадигматическим образцом для этого. Сорос, разбогатевший на, в общем-то, аналитической работе, кинувший, по большому счету, Центробанк Великобритании, если бы быть кратким, заработавший на этом огромные капиталы, сам, будучи человеком из Восточной Европы, очень хотел демократизировать или очеловечить режимы Восточной Европы. Он венгер. Одним из первых его благотворительных мероприятий был фонд Харти-77 чешской. Франсишек Яновук, физик, профессор, вынужден был за свою диссидентскую деятельность бежать из Чехии и Чехосоваки и поселился в Швеции. После того, как группа чешских диссидентов во главе с Яном Паточкой и Вацлавом Гавловым объявили Хартию-77 в Чехии, Франсишек Яновук, который в это время живет в Швеции, решает, что он должен помочь своим коллегам в Праге оставшимся. Но, как и в Швеции, он может помочь ресурсами и деньгами. Первым делом он на свои деньги закупил какие-то печатные машинки, множительную технику для Хартийцев-77. И стал обращаться к разного рода спонсорам с тем, чтобы они помогали ему материально обеспечивать деятельность вот этой диссидентской группы Хартия-77. Хартия-77 была достаточно малочисленной группой. Владимир Паточкой, который был их идейным вдохновителем, он достаточно быстро попал в тюрьму, и, в общем, его пытками довели до очень болезненного состояния, и он умер прямо в тюрьме. А вот Васлав Кавелл, хотя и попадал в время от времени в тюрьму, но, тем не менее, стал общепризнанным лидером этого движения. Но в самые бурные времена в Хартии, подписантов Хартии, было не больше 700-800 человек. Были какие-то небольшие группки, небольшие кружки из этих людей. Ну, в общем, это было немногочисленное, очень узкое для тогдашней Чехословакии движение. Его нельзя было сравнить с возникшим несколько позже в Польше движением профсоюза «Солидарность». Но, тем не менее, Францисчик Янух смог договориться с несколькими инвесторами, спонсорами, сначала в Швеции, а потом вышел на Сороса, и Сорос фактически вложил наибольшие деньги в фонд, созданный Францисчиком Янухом, фонд Хартии-77. Через этот фонд не только снабжались техникой, бумагой, связью, компьютеров тогда еще не было, в общем, уже в 80-е годы стали туда компьютеры поставлять, но это уже ближе к концу. Но, тем не менее, материальное обеспечение и материальная помощь. То есть, поскольку эти люди, диссиденты, с трудом могли устроиться на работу, то фонд Хартии-77 так или иначе поддерживал их материально. Ну, если нужно было организовывать эмиграцию, вывоз из страны людей и так далее. И нужно было достаточно много денег на то, чтобы переправлять все это через границу и тайком распространять это в самой чехословакских праве, в первую очередь чуть-чуть Братиславе, потому что вся основная деятельность Хартии-77, она протекала в праве в первую очередь. И, познакомившись с Янауком, освоив эту технологию, к концу 80-х годов Сорос начинает учреждать аналогичные фонду Хартии-77 фонды для других стран. Одним из первых фондов Сороса был создан для Венгрии, поскольку Сороса венгер, потом там была Польша и так далее. И, в общем, в целом ряде стран сначала соцлагеря, а потом и в Советском Союзе Сорос учреждает вот эти вот свои подразделения. При этом каждый фонд, созданный в стране, действовал по национальному законодательству и был формально независим. Формально независим, у каждого из фондов был свой фонд, созданный совет из местных людей. В некоторых случаях Сорос назначал туда директоров своих, но ненадолго. После этого просто для первоначальной организационной работы, для ознакомления местных людей с правилами бухгалтерской деятельности, финансирования, принятыми на Западе. Ну, наверное, только в Беларуси. С начала до конца директором фонда был иностранец. Сначала это была Резабет Смейли, а потом Берн, Папуни Эрика, как... Имя выскочил. И фонд Соросов в Беларуси был закрыт одним из первых. Он, в общем, недолго просуществовал. Но что получалось? Значит, борт местный должен был определять политику фонда, то есть приоритетные программы, направление деятельности и распоряжаться теми средствами, которые на этот фонд удержал Сорос. Первоначально это были деньги только Сороса. Но открыть столько фондов в больше, чем десятки стран, потому что потом Сорос начал открывать фонды свои в Южной Африке, и там еще где-то там и так далее. Это вышло далеко за пределой Европы. Даже такой миллиардер, как Сорос, не мог потянуть содержание всех этих фондов. Поэтому Сорос договорился с брюссельскими бюрократами и с американским правительством о том, что государственные деньги этих стран будут вливаться в фонд Сороса и дальше распределяться по этим странам. А уже непосредственно деятельность как бы должна была осуществляться по программам, намеченным советами этих фондов Сороса. Но, понимаете, так и получается. Если Евросоюз, тогда еще слабый, не оформившийся, вкладывает деньги в некий частный фонд. Он требует от этого фонда выполнения тех приоритетов, ради которых он готов выделять эти деньги. Точно так же, хотя и в меньшей степени, правительство Соединенных Штатов, Госдеп, который выделяет эти деньги, он требует от фонда Сороса, чтобы реализовались те ценности и те цели, которые как бы важны для американского государства. И постепенно фонд Сороса стал превращаться из квази-нгошной общественной структуры, в которой как бы цели, ценности, приоритеты определяют местные борды, в бюрократическую структуру, которая реализует установки Еврокомиссии или правительства Соединенных Штатов. Но, тем не менее, фонд Сороса показал очень высокую эффективность. В Беларуси, во всяком случае, на деньги фонда Сороса были сделаны очень важные для страны вещи. Ну, например, был организован перевод огромного количества книг, около сотни наименований, вышло на беларускую мову. Была создана молодежная группа философов, экспертов, при фонде Сороса, которые там издавали собственные книги, начали подниматься и проявляться молодые таланты. Фонд Сороса создал медиа-центр, с помощью которого стали выпускать видеопродукцию и еще какие-то вещи. Фонд Сороса заложил основания для института приватизации менеджмента. Собственно, ИПМ был создан именно как подразделение фонда Сороса, с условием, что через три года он выходит на самофинансирование. Первый год Сорос оплачивает целиком, фонд имеется в виду, в котором уже деньги, как я сказал, не только Сороса, но и правительство Соединенных Штатов и частично Евросоюза. Через год или два ИПМ должен был финансироваться наполовину самостоятельно, ну а еще там через два года выйти на полное финансирование, самофинансирование. Этого не получилось за отведенное время, но тем не менее, когда фонд Сороса закрыли, институт приватизации менеджмента выжил, и он был поддержан другими фондами сначала, а потом действительно стал понемногу зарабатывать деньги сам. То есть фонд Сороса инициировал здесь, в Беларуси, очень много хороших, полезных вещей. В Украине фонд Сороса названием фонд Ведроджини существовал достаточно долго, по-моему, до сих пор существует, и тоже очень много полезного всего сделал. В Будапеште был создан институт восточноевропейский деньги с фонда Сороса, который стал готовить разного рода специалистов, экспертов для третьего сектора и для политической деятельности. Но вот эта вот успешность и эффективность фонда Сороса оказалась заразительной, и разного рода правительства и Соединенных Штатов, и европейских стран стали создавать собственные фонды для демократизации, распространения ценностей гражданского общества в странах бывшего соцлагеря, ну и в общем по всему миру. В Соединенных Штатах Америки были созданы два партийных фонда, Айрай, фонд республиканской партии, НДАй, фонд демократической партии, которые тоже распространили свою деятельность на другие страны по образцу фонда Сороса. По следам Сороса пошли и другие фонды работать. В ряде европейских стран при министерствах иностранных дел были созданы так называемые агентства развития. Вот наиболее известные из таких агентств развития это GIZ в Германии или СИДА в Швеции. Правительство выделяет на эти формально независимые структуры. То есть они не являются формально правительственными структурами. Они как бы независимы, хотя и собственные правительства. И существуют на деньги правительства. Но они разрабатывают собственные программы и через эти программы действуют в тех странах, в которых им удается зацепиться или которые представляют собой какой-то интерес для них. Вот СИДА, например, явно испытывает интересы неравнодушные к Беларуси. И поэтому шведы в Беларусь вкладывают достаточно большие деньги. При этом сами эти фонды или эти агентства развития несмотря на то, что владеют бюджетами, не владеют структурами, которые могли бы реализовывать их программы. Поэтому в этих же странах создаются рядом или под эгидой этих агентств развития еще дополнительные фоны, которые уже регистрируются как общественные структуры, как общественные организации, полностью независимые от правительства. Но финансируются они формально независимыми от правительства агентствами развития. Ну, например, в Швеции правитель МИД создает СИДУ. СИДА финансирует форум СЮД. Форум СЮД действует в Беларуси от своего имени, выделяя гранты белорусским общественным организациям. Получается такая цепочка. И поскольку эта цепочка видна конкретным получателям или аппликантам, видна только ровно до форума СЮД, они знают, что форум СЮД сам получает деньги от СИД. Откуда берет СИД деньги, уже никого не интересует. Они думают, что независимый фонд финансирует их программу, и они отчитываются перед независимым фондом. На самом деле, вся цепь работает очень однозначно. МИД, агентство развития, структура, кроме форума СЮД, есть еще несколько структур общественных в самой Свеции, которые выполняют эту работу. Дальше они объявляют грантовые программы. Белорусские организации пишут заявки, получают эти гранты. Они пишут заявки по объявленным форумам СЮД приоритетам. Точно так же, как пишут такие же заявки в немецкие фонды, которые тоже считаются формально независимыми от правительства. Они могут быть партийные фонды. Например, фонд Эденаура, это фонд христианско-демократической партии. Или фонд Генриха Бёля, это фонд партии зеленых. А это могут быть, например, фонд Маршала. Фонд Маршала, это вообще-то немецкая организация, существующая на деньги Соединенных Штатов Америки и тянущаяся еще к тому плану Маршала, который американцы объявили для Европы в послевоенные годы. И вот эти цепочки все приводят к тому, что общественные организации в наших странах, для того, чтобы получить финансирование на свою деятельность, должны ориентироваться на приоритеты, объявленные гранатодателям, а приоритеты, которые объявляют гранатодатели, утверждаются в источниках финансирования, а источники финансирования согласуют свои приоритеты непосредственно с видами этих стран. Соответственно, вот это вот как бы иллюзия того, что общественные организации, существующие на гранты в наших странах, точно так же и в самих этих странах, я сейчас рассказываю про наши, то же самое можно рассказать про общественные структуры, которые работают в самой Швеции, в Германии, там еще где-то. Работают по заказам. Возникает иллюзия непосредственной гражданской активности, на самом деле обслуживание заказа, который вот по такой длинной цепочке туда спускается. Понятна эта схема? Если эта схема понятна, то тогда как бы рано или поздно возникает сомнение в том, что те организации, которые получают финансирование по грантам, действительно являются организациями гражданского общества. Ведь мы же не называем организациями гражданского общества, бизнес-структуры, социально ответственные, которые делают хорошие вещи. Ну, например, да не знаю. Разрабатывают приспособления для инвалидов. Слуховые аппараты, или коляски, или еще что-нибудь. Это бизнес. Бизнес есть бизнес. Почему мы должны структуры, которые существуют по обслуживанию заказов, министерств называть инициативами гражданского общества? Это иная форма бизнеса. И ничего более. Но, тем не менее, долгое время, лет 20, наверное, с 80-х годов, по началу 2000-х, структуры, которые получали гранты вот такого рода фондов, или вот включались в такую цепочку, они по своему происхождению действительно были общественными структурами. То есть, репутация общественных организаций, клубов, гражданского общества, сложившаяся к этому времени, их история существования, давала им преимущество при получении тех или иных грантов, они их выигрывали на этом основании. Но, выигрывая, они не всегда могли нормально распорядиться этими деньгами. Иногда деньги растратились не целевым образом, или не достигался необходимый эффект, который был обещан грантодателям заявки, под которые были выделены эти деньги и так далее. Поэтому фонды начали ужесточать. Ужесточать контроль, ну а для того, чтобы ужесточать контроль, они ужесточили или усложнили процедуру написания заявок. Процедура написания заявок стала настолько сложной, что для того, чтобы их писать, нужно было иметь специальную подготовку. Началась программа обучения менеджеров общественных организаций правила написания заявок. Ну, белорусские люди, добровольцы даже включились в это дело. И вот, например, Сергей Готин, который время от времени использует наш офис, как это называется? Кооркинг. Кооркинг, да. Кооркинг. Кооркинг. Здесь работает еще лет десять, если не больше назад. Он написал такое пособие по ЛФА логико-функциональному анализу как методологии составления проектов и написания заявок в европейские фонды. Если вы полистаете этот учебник более чем десяти летней давности по пособиям, то вы поймете, что, чтобы его осугоить вообще-то, надо как бы приложить определенную усилию. Этому надо научиться. Это не акти какая сложная наука, но, тем не менее, это профессиональная деятельность. И тогда менеджеры общественных организаций стали превращаться из добровольцев в профессионалов. Что такое профессионал? Профессионал – это тот, кто нанимается для выполнения определенного рода функций. Менеджерам общественных организаций стали писать ТОРы, то есть функциональные обязанности. Эти функциональные обязанности могли выполнить только те, кто прошли определенную подготовку. Как только менеджеры сами стали наниматься общественными организациями как профессионалы, профессионалы, наемные работники, они подумали, что для того, чтобы им контролировать деятельность общественных организаций, с волонтерами так работать нельзя. Они не смогут контролировать работу волонтеров, потому что волонтеры – это добровольцы. Хочу – работаю, хочу – не работаю. Делаю только то, что хочу. И это нормально, и это естественно. в праве добровольцев выполнять эту работу. Значит, с добровольцами куча возни. Они ведут себя как хочут, в общем, позволяют себе все, что угодно. Поэтому проще нанять людей. И общественные структуры, бывшие общественные структуры, стали превращаться в профессиональные сервильные структуры, в которых добровольцев уже нет. Это все наемные работники. И эти наемные работники первоначально были ядром у этих общественных организаций, а потом стали поглощать постепенно все общественные организации. До сих пор существуют еще добровольцы, существуют активисты, которые работают не за деньги и так далее, но они все вплетены в обслуживание сервильных организаций. И вот таким образом постепенно Евросоюз и правительство стран, которые отходят в Евросоюз, уничтожили гражданское общество в собственных странах. Ну и достаточно быстро, и даже быстрее, чем в собственных странах, они уничтожили гражданское общество в наших странах. То есть то, что мы называем по привычке третьим сектором, гражданским обществом больше не является. В нем нет спонтанной активности, самостоятельной постановки целей, самостоятельной формулировки ценностей, которые они реализуют и так далее. Это обслуживающие структуры, которые выполняют назначенные задачи, ну и цепочка этих назначений доводится до правительств тех или иных стран или до Евросоюза. С каждым годом все больше и больше усложняется отчетность. Все чаще и чаще организации подвергаются аудиту, то есть их деятельность полностью контролируется государственными или государственными структурами. Для наших стран это оказалось, в общем, привычным делом, потому что то, что считалось общественными организациями, доставшимся нашим странам еще от Советского Союза, всегда существовали таким образом. Поэтому крупные, выжившие, профессионализированные НГО, возникшие в противовесную альтернативу ГОНГР, так называемую ДСА, Общество охраны памятников, там целая куча была таких структур в Советском Союзе, которые были созданы государством, и подавались на Запад, ну или просто даже подавались как будто бы общественной структурой. А таковыми не игрались, и возникшая как альтернатива этим государственным структурам НГО постепенно переняли их работу и превратились в такие же ГОНГ, только патронами их являлось не белорусское государство и не государство в наших странах, а те, кто заказывают музыку. В этот момент хочется же спросить, кто вам ставит цель? Мы ведь тоже... Нет, ну подождите, сейчас я как бы иду. Ну, понимаете, это было убийство НГО. Тогда, когда это произошло... А я впервые об этом написал в 2000 году. И понятно было, что вот этот принцип не распространяется на всю гражданскую активность. Есть целая куча активностей, которые либо, там скажем, непрофессиональные, поэтому практически не получают никаких грантов, они не могут соответствовать этим профессиональным требованиям. Либо это люди активные, профессиональные, работающие вот в этих сервильных структурах, но сохранявшие первичный импульс. Ну, например, люди, которые пришли собственно как гражданские активисты в третий сектор в начале 90-х годов, выжили в этом третьем секторе к началу 2000-х годов, профессионализировались, но сохранили юношеский идеал. Они-то остались. И они тогда стали создавать надстроечные общественные структуры. То есть их организации работают как граждане, а они ставят себе самостоятельно независимую цель. И вот одна из таких структур, с которой мне пришлось столкнуться в 2004-м году, это была группа разом. Группа разом, тогда первоначально она включала тоже человек 30, это были лидеры разных вот этих общественных организаций, которые понимали, что они не могут привлечь в свои организации для реализации тех целей, которые есть лично у них. Но они могут использовать ресурсы своих организаций, в которых они являются лидерами, руководителями, для достижения целей, которые, собственно, как бы общественные. И вот тогда эта группа разом с большим трудом, но тем не менее, смогла инициировать и, ну, профинансировать даже отчасти, урд-деятельностную игру, первую после долгих лет урд-деятельностную игру в Беларуси, которую мы провели в Киеве. Причем цели и ценности, которые они реализовали, они были политические цели. Они были вдохновлены, или, скажем так, наоборот сначала. Они были страшно разочарованы парламентскими выборами 2004 года. В 2004 год в Беларуси происходят парламентские выборы, и результат не удовлетворяет никого. Это были первые выборы, в которых вообще ни один, не санкционированный властями кандидат не прошел. Это был первый состав палаты представителей национального собрания, в котором не было ни одного независимого депутата. Это стало понятно, и это очень сильно напрягло людей с гражданской позиции. В принципе, тогда некому было организовать Минский Майдан, хотя, в общем, на площадь таскались люди в надежде, вот, знаю, что Водоложская таскалась туда, на площадь октябрьского... Я после рефрендовую таскалась. В надежде на то, что там что-то будет. Чуть позже, если вы помните, в Киеве был первый Майдан. Но там это было связано с президентскими выборами, и активность в Украине гораздо выше. В Беларуси тогда ничего не состоялось. Но вот эти вот люди, входившие в группу разом, они тоже как бы попали под влияние этого разочарования, и активизировались, и решили, что к следующим президентским уже выборам в Беларуси надо что-то делать. И вот в рамках этой подготовки началось там движение, которое мы там делали, да, вот эта деятельностная игра в Киеве прошла по разработке стратегии 2006, и мы тогда смогли этой группой оказывать пассивное влияние на политический процесс. Пассивное, и в этом смысле мы не смогли, конечно, целиком повлиять и культурить этот процесс, но, тем не менее, что-то пытались сделать. И вот тогда, понимая, каким образом европейская грантовая политика, фондовая политика убивает гражданское общество в наших странах и в своих странах, понимая в то же время, что спонтанная гражданская человеческая активность все равно сохраняется. Через какое-то время я понимаю, что вот это традиционное деление традиционное деление общества на три сектора больше не срабатывает. Первый сектор правительства и правительственные организации политический, фактический сектор, куда входят в том числе и независимые, как бы независимые от правительства политические партии. Второй сектор – это бизнес или коммерческий сектор, да, и третий сектор, который считался гражданским обществом. Год такого рода государствления, с одной стороны, и коммерциализация третьего сектора, приводит к тому, что этот сектор раздербанивается между бонгом или правительственными структурами и структурами бизнеса. Тоже стервильными структурами, которые, в общем, существуют для реализации целей, которые исходят из бизнеса. А куда девать гражданскую активность? И вот мы тогда говорим, что внутри, внутри этого сектора, а также с спонтанной активностью люди из чиновнических позиций, из бизнес-позиции, выходят в некую оставшуюся нишу гражданского общества. Четвертым сектором, это можно назвать только по метафорам, но гражданское общество сохраняется в виде непроявленного для правительства, для законодательства, для нормотворчества и, в общем-то, для финансовых потоков. частью общественной жизни в наших странах. Но тогда возникает и задача, как его распознать. И, в принципе, целый ряд общественных активностей, которые наблюдаются в Беларуси, начиная от велосипедистов и кучи еще других вещей, оно существует в виде вот этого четвертого сектора, главной характеристики которого является незаметность, невидимость для госструктур и фондов, которые ставят их задачу. Поэтому, они оказываются мало ресурсно обеспеченными, почти ресурсно не обеспеченными в плане денег. не могут рассчитывать на гранты там и так далее. Но зато они могут аккумулировать гражданскую активность. Ну, или просто человеческую активность. У них есть добровольцы, у них есть люди, которые готовы в это все вкладываться. Правда, дойдя до этой констатации, я останавливаюсь и говорю, пока этот четвертый сектор еще крайне слаб. В общем-то, у нас нет ресурсов с ним работать. Мы пока оставили его в покое. То есть, деятельности какой-то вот с этим четвертым сектором у нас нет. За исключением некоторых таких вот, не то что спорадических, плановых мероприятий, но тем не менее. Вот, например, школа урбанистики, которую организовывала Татьяна Водоложская на базе отдельных ресурсов летучего университета, она привлекала к себе в основном вот этих людей вот из этого четвертого сектора, потому что тут очень важно какая штука. Значит, когда мы говорим о гражданском обществе, надо использовать совсем другую схему, чем вот эта трехсекторальная схема. Трехсекторальная схема, она, деление общества на три сектора, она, вот, возникла или, скажем, наиболее характерна, для времени, когда фонды стали навязывать или определять цели и ценности обслуживающих организаций. Гражданское общество существует в двух секторах а именно это машинная организация государства государство и машинная организация, характерная в том числе и для бизнеса и клуб. В машинной организации люди занимают позиции. Человек в машинной организации деятельности слит с позицией. Это может быть позиция чиновника, служащего в армии, церковного священнослужителя. Это может быть профессиональная позиция или еще какая-то там. А вот здесь в клубе люди существуют сами собой, без позиций, без погон, без должностей, как бы свободные. Поэтому, кто может входить в четвертый сектор? Это могут быть государственные чиновники, но в нерабочее время. Это могут быть бизнесмены, но не занятые непосредственно своей коммерческой производственной деятельностью или торговой. Это могут быть люди, работающие профессионально в НГО, но имеющие собственные цели, которые они не могут реализовать в этих самых НГО. Это люди, которые свободные, люди из клуба. Вот это вот четвертый сектор. Такие люди есть, такая активность в стране есть. Но, как я уже говорил, ее главная характеристика это незаметность, непроявленность для государственных структур. И не только для государственных, для структур, которые принимают решения о выделении денег, о предоставлении собственности или еще что-нибудь. то есть мы существуем, или вот эта часть существует, как почти невидимая в общественных отношениях. Дойдя до такой констатации, мы даже написали несколько статей еще. У меня есть статья, у Ифорова задалась, что про это есть. Что-то Влад Величко, по-моему, писал или докладывал про это. Но дальше, что из этого следует уже в деятельности? Ну вот, например, нам часто говорят, ребята, «Лютучий университет должен зарегистрироваться». Ну, говорят, на хрена? Что нам это даст? Ну, вы сможете получать там грант или включаться в какие-то грантовые программы. В принципе, при желании мы и так можем включаться через какие-то другие зарегистрированные структуры, но как только мы начинаем играть по навязанным государством правилам законодательным, мы теряем свободу. Мы можем получить доступ к ресурсам, но мы теряем свободу и независимость. Ну и тогда что ценнее? Что кому ценнее? По какому пути идти? Дальше мы понимаем, что целый ряд наших активностей обязательно должен существовать в незарегистрированном виде, несмотря на то, что мы тогда теряем доступ к ресурсам. да, но за все надо платить. И в этом смысле это наша плата за свободу, за то, что мы можем сами себе ставить цели, задачи формулировать и, соответственно, эти задачи решать. там, где необходимо, мы можем создавать и государственные, ну и не государственные, а третьесекторальные структуры, то есть как бы общественные, можно пытаться даже бизнес-структуры создавать и через это работать как бы и так далее. все определяется тем, что как бы мы считаем нужным, правильным, ценным и так далее. Вот. Ну на этом бы я закончил эту часть с первой темой, да, и исходя из этого мы строим свою политику в отношении к европейским фронтам, к европейским государствам, к восточному партнерству и форму гражданского общества, которое мы уже понимаем как гражданское общество в кавычках и так далее, да. Ну и, соответственно, к тем формам активности, которые ведем и проявляем здесь. Немножко про вторую тему. Впервые термин политтехнологии третьего поколения я сформулировал статье, которую написал после выборов, парламентских выборов в России в тринадцатом году. Это было, по-моему, в начале тринадцатого года, да. То есть было до Майдана, до украинских событий. Побудило меня это сделать в ситуации основания. Анализируя феномен Навального и соответствующие действия федеральных российских властей по отношению к Навальному, я понимал, исходя из того, что я знаю про электоральные процессы в Беларуси. Я накидывал, я вам рассказывал, что политическая аналитика для меня была всегда одним из главных направлений деятельности, поэтому я очень хорошо, ну или так скажем, я имел богатый опыт аналитической работы в беларуской политике. Я в этом смысле очень хорошо понимал механизмы, которые работают в этой структуре, в этой сфере в Беларуси. я на какое-то время перестал интересоваться тем, что происходит в России, Украине и так далее. То есть, по крайней мере, аналитически специально я с этим не разбирался, в лучшем случае я читал то, что об этом пишут другие аналитики, политологи, комментаторы и так далее. То есть, следить я следил, но специально с этим не работал. И вот здесь меня феномен Навального заинтересовал, и меня заинтересовали результаты парламентских выборов в России и на основании имеющегося опыта беларуской аналитики и понимания беларуской ситуации по тем небольшим, но достаточно проверенным сведениям, которые я имел из России, я сформулировал тогда этот феномен в виде обобщенного представления о политтехнологиях третьего поколения. Навальный как проект, проект Кремля. При этом, когда меня стали теребить по этому поводу и спрашивать, а вот как же, Навальный же вроде честный человек, он же не наймит Кремля, не агент и так далее. Я говорю, это не важно совершенно. Полиотехнологии третьего поколения, вот если возвращаться к теме, которую я обсуждал на прошлом занятии в понедельник. Интересная песня. Полиотехнологии третьего поколения, это и и доведенная до операций и задач деятельность по управлению спонтанной общественной активностью. И если у общественных активистов, гражданских активистов или еще каких-то активистов нет рефлексии, нет понимания мотивации, целей, задач, соответствующего всего оформления этих вещей, то их можно использовать в темном. То есть активность это источник энергии. Эту энергию можно использовать в мирных целях, в злодейских целях, в чем угодно и так далее. И вот когда оторвавшиеся до власти верхушки элиты в России и в Беларуси утвердились, получили в свое распоряжение все ресурсы, они не могли и не могут уничтожить спонтанную, естественным образом существующую общественную и гражданскую активность. Тем более, что для этой активности постоянно подбрасываются некие поколы. Тунеядцы, профсоюзы, какие-нибудь злоупотребления и преступления властей и так далее, это все приводит к взрывам, обострению социальной активности и так далее. Активность есть. Ну и тогда как бы разумные злодеи, захватившие власть в наших странах, понимая все эти механизмы, решают этой активностью управлять. И тогда, чтобы ее управлять, нужно как бы утилизировать активность, канализировать активность, направлять ее в безопасное русло и так далее и так далее. Соответственно, поскольку эта активность составляет очень важный компонент управления государством и электоральным процессом, то в первую очередь это управление активностью, спонтанной активностью, нерефлексивной активностью проявляется в политической сфере. И тогда, значит, вот я могу приводить целую кучу примеров, но я после той статьи, ее в принципе достаточно для концепта. Она небольшая статья, она стоит на сайте ЦЭТА про политтехнологии третьего поколения, и в ней концептуально как бы все три поколения описаны. Большего для концепта и не надо. Но потом мне пришлось разжевывать некоторые представления, и есть серия докладов, которые тоже стоят на сайте Евробелару, все сайте ЦЭТА, про политтехнологии третьего поколения, уже там в деталях как бы. Вот, скажем, классическим таким образцом разыгрывания политтехнологии третьего поколения в России был феномен Собчак. Аналогичным образом это все иллюстрируется, скажем, нашим феноменом Татьяна Короткевича, или «Говори правду», и так далее, да. В этом смысле мне кажется, что я это достаточно хорошо описал, и даже разжевал. На сегодняшний день, как бы, это, мне кажется, к оконченной работе. Дальше там нужно решать совсем другие проблемы, уже к аналитической деятельности, ну, как бы это имеет мало отношения. Если мы и начинаем, или там, скажем, продолжаем анализировать эти события, эти вещи, да, то мы придем к тем же самым выводам, мы просто добавим еще немножко материала, да, но ничего не добавим к пониманию, к сути дела, там, и так далее, и так далее. Поэтому я потерял к этому практический интерес. Но что означают вот эти вот политтехнологии третьего поколения? Это интегрирование многолетней аналитической работы, накопленного опыта оформления в некий концепт. Этот концепт, честно говоря, очень противный. То есть, вот все, кто знакомится с концептом политтехнологии третьего поколения, ставит мне упрек, что если это принять, это же полная безнадега. Это такая развитая, сложная социальная инженерия или гуманитарная технология, которая может переработать любую активность, любую энергетику и мотивацию людей. То есть, люди могут хотеть добра, а политтехнологии третьего поколения оформляют их стремление к добру в то, что получается все равно зло. Я вынужден признать, да, если политтехнологии третьего поколения в том виде, как я это сформулировал, не будут фальсифицированы, то есть, не найдется фактов аналитических, эмпирических, которые покажут, что это не работает, я был бы только рад. Но пока, пока, ни один факт не может опровергнуть то, что это есть. Вторая волна интереса к политтехнологиям третьего поколения возникла у меня уже после осмысления и анализа российско-украинской войны. И даже не так, не российско-украинской войны, а того положения дел, которое сложилось в России после Крыма, после пациента Крыма России. Крым наш, скажем так. Россия эпохи Крыма нашей. Это вообще, ну как бы простейший феномен 83% поддержки российской агрессии в самой России напряг и возбудил очень многих людей в самой России. как рассказывали мне некоторые достаточно трезвые, хорошие аналитики российские в Москве, что для них это было шоком. Развивался, развивался процесс. И потом вдруг, как будто бы красная кнопка была нажата, и Крым наш просто перевел огромную часть общества российского из состояния сомнения, развития, каких-то демократических симпатий и так далее ватников и приверженцев кремлевской политике. То есть их сделали путиноидами. Ватниками, путиноидами, если пользоваться этими метафорами. Как это произошло, большинство аналитиков не заметили. И это как бы был феномен вот этой красной кнопки. Как будто бы «букс» включили совсем другой режим общественной жизни, общественного мнения и даже индивидуальных сознаний людей. Срезвомыслящие, нормальные, демократически настроенные люди вдруг стали в ответ. Для тех, кто жил в Москве, это было вообще в большайшем потрясении. Для нас в Беларуси, наверное, это прошло не так, это не было таким шоковым состоянием. Мы не Россия, и в этом смысле на нас это не так подействовало. На часть белорусской публики это тоже подействовало, но в общем-то это не являлось таким взрывным феноменом для Беларуси. Хотя по отдельным, скажем, своим наблюдениям, поскольку все-таки связи, личные знакомства хранившиеся с групповшего Советского Союза с россиянами есть, для меня это тоже было удивление, когда человек, которого я, например, считаю всегда разумным, вдумчивым, демократичным и так далее, вдруг становится наполовину ослепшим, он не видит целого поста явлений. И его позиции, его суждения, его мнения формулируются на урезанной части действительности, реальность. Но, вот мой интерес к этому, к политтехнологиям третьего поколения, получил второе дыхание как раз после этого наблюдения, после этого феномена, как и наша, и наблюдение за той информационной политикой или информационной войной, которую проводили российские СССР. Мы тогда провели конференцию, по-моему, это было прямо в 14-м году. Да, в 14-м это было весной. Ну, в Нарьковском пуще. Про информационной войне. Но частью этой информационной войны является то, что в России Юрий Громыко с подачи, не помню уже кого-то там, из западных военных аналитиков, назвал консцентальной войной или войной за сознание. И в связи вот как раз с консцентальной войной или войной за сознание политтехнологии третьего поколения обретают некий другой смысл. И они работают в связке, в стяжке. А сам концепт консцентальной войны выводит нас на другое отношение к гуманитарным технологиям. Пока мы разрабатываем теоретические основы, пока мы возимся с какими-то небольшими прецедентами гуманитарных технологий и так далее, очень большая часть гуманитарных знаний, накопленных во второй половине 20-го века, была использована с дурными целями, дурными намерениями, тоталитарными или авторитарными режимами наших стран для укрепления своей власти и построения собственных режимов. В этом смысле консцентальная война невозможна без очень развитого гуманитарного и социального знания. Мы можем сколько угодно возмущаться враньем, ложью, передернением фактов и так далее, но мы не можем или не должны отворачиваться, не должны не видеть того, что люди, которые это делают, делают сознательно и достигают поставленных целей. Чтобы понять феномен политтехнологий третьего поколения и консцентальной войны, нужно понимать искусственный характер многих вещей в гуманитарной сфере, к которым мы привыкли относиться, как естественно. Вот, например, вся социология построена на том, что общественное мнение, даже независимо от того, как Бурдио или кто-то критикует сам по себе концепт общественного мнения, это спонтанное стахастическое или статистическое явление, то есть явление, которое не спроектировано и не задано изначально как проект или концепт. Общественное мнение формируется естественным образом. Да, на него могут влиять лидеры мнений, литература, телевидение и так далее, но, тем не менее, вся социология построена на том, что это естественное явление. А в концептальной войне, в политиктологиях третьего поколения общественное мнение оискуствляется. И для того, чтобы начинать работать с этим оискуствленным явлением, нужно рассуждать не совсем так, как мы рассуждаем в аналитике естественных процессов. Например, если мы имеем дело с каким-то результатом, то по отношению к анализу того, каким образом к этому результату пришли, или каким образом этот результат получим, нужно отождествить этот результат с целью. Что это значит? Смотрите, очень часто вещи, которые мы делаем, не получаются так, как мы их задумали. Поэтому, как ребенок говорит, «Ах, разбил чашку» или «развил молоко». «Ты зачем развил молоко?» Когда мы спрашиваем, родители спрашивают, «Зачем ты развил молоко?» или «Зачем ты разбил вазу?» Она сама разбилась. Я что-то делал-делал, а разбиение вазы произошло само собой. Это не было моей целью. Понимаете, да? И очень многие вещи мы понимаем именно таким образом. Получилось какое-то говно, результате целого ряда активностей человеческих. Получилось что-то плохое. Ну, блин, вот так оно само получилось. И многие вещи мы на этом как бы перестаем понимать. Ну, получилось и получилось. Надо исправлять. Мы начинаем опять что-то активности, что-то делать, и опять какая-то херня получилась. Или, как Черномырцын говорил, да. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Никогда такого не было, и вдруг опять. Поэтому в аналитике нужно строго и дисциплинированно подходить к таким вопросам именно так. Разбилась ваза. Зачем? Кто имел целью разбить эту вазу? Применительно к ребенку – это глупо, но есть. Мы получили парламент без единого оппозиционера. Ну, как-то вот само собой получилось, блин, да. Мы оппозиционируемся к козлы, поэтому никто из них не прошел. Нет. Надо спрашивать именно таким образом. Кто имел такую цель, чтобы в парламент не просто ни одного оппозиционера? Как только мы такой себе вопрос задаем, мы выходим на цель Титера. Мы, соответственно, весь этот ряд. Мы элементарно вычисляем или, там скажем, отвечаем на тот вопрос, который является больным для всей русской интеллигенции. Кто имел? Как только мы обозначаем случившееся квази-естественное событие как цель, понимаем его как результат. Результат – это достижение, да. Результат. Мы говорим, что он был целью. Мы выходим на действие, а за действие всегда кто-то отвечает. Кто-то его сделал. Это кто-то сделал. Когда мы имеем дело с разбитой вазой. В доме могут быть коты, собаки, взрослые дети и маленькие дети. Приходят родители и говорят, кто такие это сделал? Потом, зачем ты это сделал? Кто это сделал – вопрос осмысленный. А зачем ты это сделал – вопрос бессмысленный. Казалось бы, да. Потому что никто не имел целью насходить и специально расстроить родителей, чтобы разбить им вазу. Но сделать это – кот, собака, маленький ребенок и взрослый ребенок. Поэтому вопрос – кто это сделал? Вообще важно. По отношению к коту. Совсем глупо спрашивать, зачем ты это сделал. Точно так же и к остальным участникам. Но, тем не менее, ребенка можно наказать, даже если он не имел целью эту вазу разбить. Наказать или, не знаю, вызвать к совести, к рефлексии с тех, чтобы он контролировал свои действия. Даже несмотря на то, что цели такой не было. Но вот если происходит, ну, например, декабрьские события 2010 года. А кто это сделал? Ну, само как-то получилось. Сами люди пришли, сами люди начали бить стекла, сами люди набросали арматуру предварительно за двери этого самого дома правительства. Сами же люди целенаправленно уселись в автозаке и начали подставлять свои головы под дубин. Ну, само как-то произошло. А если мы поставим вопрос – а кто такие это сделал? И с какой целью? Мы начинаем выходить на ответ на вопрос – кто? На чего это действие было? Какова была цель? И тогда, может быть, это и было целью? Если мы задаемся таким вопросом и начнем раскручивать это все по схеме акта деятельности, мы дойдем до того, что это было сделано именно так, как оно сделано, и оно кому-то нужно. Как только мы понимаем, кому это нужно, как это сделано и так далее, мы понимаем вообще всю технологию этого всего. Поэтому мы понимаем технологию того, как делаются референдумы, как делаются выборы. Но, соответственно, как только мы анализируем технологии, тогда мы понимаем, а как оппозиционные партии участвуют в достижении этой цели. При этом, мне не важно, они это сделали, как кошка разбила вазу или маленький ребенок ее разбил. То есть неосознанно. Что, например, Навальный не является наймитом ФСБ и не выполняет задачу, которую ему ставит товарищ майор. Не важно, но он работает на поддержание авторитарного режима Путина. Иное дело, когда я с Козулиным начинаю рассуждать. Козулин в 2006 году выглядел как страшный критик власти. Очень опасный человек. На фоне критики, которая исходила из уст Козулина, оппозиционер Меленкевич выглядел мямлим, осторожненьким, корректненьким и совершенно безопасненьким. Но Меленкевич был оппозиционером, а Козулин был марионеткой. Козулин был нужен власти для того, чтобы отобрать, ну это грубо и это неправда на самом деле, не отобрать голоса, но тем не менее скажем, можно так это рассмотреть. Он нужен был власти как кандидат президента, чтобы отобрать голоса у реального оппозиционера, каковы был Меленкевич. Хорош Меленкевич, плохой я не обсуждаю. Хорош Козулин или плохой я не обсуждаю. Я говорю, Козулину разрешили пойти на выборы, провозглашать очень радикальные лозунги, обижающие, оскорбляющие президента и так далее, и так далее. Именно для того, чтобы стянуть протестную активность на Козулина и не дать шансов Меленкевичу. Как только мы говорим, это было сделано, не само произошло, целенаправленно, мы начинаем копаться дальше и понимаем, да, Козулин, который никогда до того не занимался политикой, вдруг оказывается председателем партии. До этого никогда не был замесен ни в какой партийной активности, ни в его позиционной активности, ни еще чего. Выскочил как черт из коробки, становится вообще главным критиком режима, главным притягательным фигурой для оппозиции и после выборов сходит на нет. Ну, его сажают, в общем-то, он посидел немножко и так далее, вышел чистеньким героем и так далее, и исчез из политики навсегда. Кому это было надо? Мы можем говорить про то, что, ах, Козулина не получилась, он не хотел всего этого, да он не хотел. Он не разбивал эти вазы, оно само как-то все произошло, хранило. Это произошло не само, а активность, Козулин, тех людей, которые его поддерживали, вся вот эта неэффективная активность была опущена по этому направлению. И я могу рассказать, ведь это как это происходит. Ну, не сейчас. Ну, в смысле, это не в эту тему входит, да? Вот таким образом работают политехнологии третьего поколения, но второе дыхание, интерес, политехнология третьего поколения, возникает в консультальной войне. А что такое консультальная война? Консультальная война – это консультальная война, это война за сознанием. Каким образом можно управлять человеческим сознанием? И вот здесь мы начинаем подвергать сомнению фундаментальной основы философии просвещения и философии, сложившейся, общеизвестной философии, сложившейся к концу двадцатого века. Она примерно состоит в следующем. Можно ограничить человеку физическую свободу. Можно заковать его в гандалы. Можно посадить его в консультации. Власть имеет полное насилие. С помощью насилия власть имеет возможность полного распоряжения физическим телом человека. Но его бессмертная душа, мысли не подлежат контролю. Мы исходим из того, что даже в тюрьме человек может сохранять свободную мысль. И вот, когда мы говорим о гуманитарных технологиях, и вот сейчас о консультальной войне, в основе консультальной войны лежат именно гуманитарные технологии. У меня вот время от времени обостряются, вот сейчас недавно с Верой Граниновной Даниловой, методологом из Харькова, снова стал этот вопрос. Как можно называть гуманитарными технологиями? Ну, например, технологии в концлагере. Ну или вообще концлагерь как элемент гуманитарной технологии. А ведь именно таким образом концлагерь был описан, например, Бруно Бютельгеймом. И вот это вот небольшая работа Бруно Бютельгейма про то, как концлагерь превращает свободных людей в безвольных, ну почти в растениях. Или вообще в детей. Детей, которыми можно управлять мгновением пальцев, мгновением руки, которые утрачивают вот это вот фундаментальное свойство свободы разума, свободы мышления. Там Бруно Бютельгейм это описывается каким образом? Значит, там это действие работает через страх и боль и обессмысливание действий. Вот скажем, этого не было в советских концлагерях, но было в нацистских концлагерях. В советских концлагерях заключенных использовали как бесплатную рабскую рабочую силу для решения народно-хозяйственных задач. Они валили лес, добывали урановую руду, там на рудниках работали, в шарашках работали, могли делать как бы интеллектуальную работу и так далее. Но они все использовали как рабы для достижения нормальных, понятных и разумных целей. Даже столько, да, вообще с ними обходились именно как с рабами, не считаясь с человеческой жизнью, там, не знаю, еще с чем-нибудь и так далее. Нацистские концлагеря не были предназначены для народно-хозяйственных целей. То есть в большинстве нацистских лагерей люди занимались бессмысленной работой. Вот на воротах Освенцима, да, там надпись «Арбер Махт Фрай». Или «Труд делает свободу». Но вот Бруно Бетельгейм описывает, например, как заключенных концлагеря заставляли рыть канаву, они роют канаву, следом идет другая бригада, которая эту канаву закапывает. Или «Люди таскают камни с одного места сегодня на другое, завтра их заставляют переносить те же камни в другое место и так далее». То есть людей, массы людей приучают к тому, что работа, которой они заняты, не имеет смысла. Не имеет смысла, поэтому для того, чтобы избежать наказания, не нужно задаваться вопросом, зачем мы это делаем. Под забор и до обеда копаем. И тогда мы делаем тупую работу, не задавая себе вопроса о смысле назначения этой работы и так далее. Человек из осмысленного, рефлексивного, интенционального субъекта превращается в тупое орудие, решающее только простейшие операции. Это гуманитарная технология, предназначенная для обратного превращения свободных людей в бессловесные орудия. Но это очень грубая технология середины XX века. Что происходит с Крым нашим, когда мы начинаем анализировать эту ситуацию в России? Почему вдруг чрезвомыслящие люди верят в лживую пропаганду? И почему они с пены у рта готовы доказывать правоту каких-то принципов, несмотря на то, что те органолептические, простейшие очевидные вещи, которые были показаны по телевизору, потом моментально опровергаются? Ну, например, этот самый раскатый мальчик, да? Или еще какие-нибудь вещи. Или, когда им говорят про то, что во львовском метро на протяжении нескольких лет подготовки к украинским событиям рассказывали, как во львовском метро пытают или избивают русских за русский язык, там или ничего, что-нибудь и так далее. И он говорит, слушайте, вот это сведения про львовское метро не могут быть правды просто на том основании, что во львове нет метро. И говорит, какая разница? Нет, не важно же, все равно что русский любит. Подождите. Но вот факты, которые вам приводили, они как бы недостоверны. Неважно. Это неважно. Но почему здравосмысленные люди верят в такой штуке? Хорошо, посмотрите, что происходит на российском телевидении, на канале РЕН-ТВ, когда рассказывают про подземных жителей, белых богов, которые после ядерной катастрофы, случившейся несколько тысяч лет назад, ушли под землю и оттуда выходят время от времени учить... Зачем вы это смотришь? Я смотрю с исследовательскими телевидениями. Зачем это показывают на телевидении? Все так начинали. Это технология, гуманитарная. Зачем? Думали, что они с исследовательскими телевидения смотрят. Ну, смотрите. Раньше про всю эту билиберду, мистику, вот этих инопланетян, там мировое тайное правительство, там и так далее, да? Вот все эти вещи объяснялись простой штукой. People have it. People have it. За это платят рекламщики, заинтересованные размещать рекламу, то есть платить за это, да? То есть объясняли это рыночными механизмами. То есть естественными. Рынок – это оестествление активности людей. Ну, типа это коммерчески выданное. Это вранье. Это вранье. Это нужно было для того, чтобы решить людей, ну, или как, отобрать у людей критерий оценки информации через истину. Нужно было распространить такое отношение к телевизионным программам, при котором эти истины нет, все врут. Все врут. И вот это вот размягчение умов, при котором, как бы, отсутствует строгость отношения к информации, что информация может быть ложной, может быть истиной. Не бывает этого, никакой истины нет. Все, вот, может, нам так, можно это. Идет разжижение, как бы, вот, структуры сознания. После того, как оно вот так уже разжижено, да, после этого можно давать информацию про распятого мальчика. И от того, что завтра это будет опровергнуто, никого уже это не волнует. Только, ну, могло же быть. Ну, они не распяли этого мальчика, ну, могли же другого распять, блин. Они же такие, как бы, да. И все. И все. И вот это вот, как бы, безответственное, казалось, ну, как, скажем, еще немножко назад. В Советском Союзе в 50-е, 60-е годы было движение ученых, ну, не очень массовое, но, тем не менее, против лженауки. Ну, лженаука возникает время от времени, в Советском Союзе она даже культивировалась. Ну, например, мичуринская биология, там, да, вот, все, что связано было с генетикой, опровержением генетики, там, и так далее, и так далее, да, лженаучные представления были фактически официальными. Поэтому до 50-х годов лженаукой в Советском Союзе называли все буржуазные течения, ну, весьма низморганизм, например, вся генетика называлась лженаукой. Потом, когда стало понятно, что лженаука торжествует в самой советской, как бы, системе, да, в академии наук, люди задумались о том, а что же такое лженаука, да, и так далее, там, торсионные поля, там, что там еще, ну, всякая хрень, как бы, да, которые, эти самые, снежные люди, инопланетяне, бронбекские платформы, там, и прочее, вот они, как бы, распространяются, и тогда уже распространялись посредством массовой информации, но только не так активно, да, они скорее, как в разряде юмора шли, там, да, или что-то такое, они для развлечения, вроде бы, были, да, но тем не менее, вот, академий Калмагоров возглавлял вот это вот движение против лженауки, и даже там несколько книжек по этому поводу писалось, людей пытались научить различать ложное знание от истинного. Потом, вдруг, вот это вот движение и борьба против лженауки перестало получать поддержку. Сначала, как бы, это не заметили, ну, казалось, неактуально. Ну, может быть, в образовании люди и так это получают, зачем еще специально разоблачать лженауку, если грамотный человек и так может это сделать. Поначалу это казалось безобидным, потом выяснилось. БАМС на факультете социологии Белорусского государственного университета, будь это социология Белорусского государственного университета. Как он назывался? ФСН? Нет. ФСН. 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 Защищаются диссертации по астрологии. Ёлки-палки. Блин, с многого времени все знают, астрология это уже наука. Нет такой науки, есть астрология, как пережиток там древних мистических представлений, да. И вдруг защищается диссертация, проходит флаг. Как такое было? Ну, это, можно сказать, началось, как вы говорили, вот, то есть можно очистить, вот, в то время, когда это целенатарно начало делаться? Ну, началось это, я думаю, в 80-е годы в Америке. Причем началось, ну, и как и раньше были эти проявления, да, они были сначала спонтанными, неконтролируемыми. Потом, по мере нарастания, скажем, гуманитарного знания, да, стали понимать, что с этим можно делать. И кто-то увидел в этом ценность. Увидели в этом ценность, в первую очередь, в Советском Союзе. То есть в Америке это не запрещали в силу просто свободы слова, да, как бы вот этих ценностей, свободы слова и так далее. Они пропустили этот момент и в Америке, и в Европе, и так далее, да. То в странах бывшего Советского Союза это стали использовать целевым образом. И тогда, значит, в конце Советского Союза на экраны центральных каналов, а тогда всего было там три, максимум пять каналов. Пятый канал, это ленинградское телевидение, стал общесоюзным только в самом конце перестройки. Ну, то есть максимум того, что было в Советском Союзе на телевидении, это пять каналов. Пять каналов, и по этим каналам, по целым, по-моему, почти по всем. Начинается трансляция Чумака, Кашпировского, Юрия Лонга, прогнозы Глоба. Иррациональная, псевдонаучная, лженаучная, просто шарлатанская хрень получила доступ на центральный канал. Чумак чем? То есть можно сказать, ну, блин, это еще советские управленцы, медийные менеджеры, они еще не знают, как обходиться со свободой слова. Ну, то есть они не понимают, где возможно там ограничение, да, а где невозможно. И это якобы спонтанно прорвалось. Но сейчас, потом, уже, как бы, это несколько раз отмечалось, что Кашпировский попал на телевидение не случайно. И не потому, что вот он пришел, и кто-то из телевизионного начальства решил, что это будут смотреть, а это значит для рекламы. Тогда еще не было зависимости телевидения от рекламы. Телевидение было государственным, телевидение финансировалось из бюджета, рекламные поступления были минимальными. Кашпировский шел не для рекламы, не по коммерческим соображениям. Кашпировского продвинуло КГБ. Тогда еще КГБ не было в ФСБ, да? Ну, Кашпировский, это же очевидное шарватанство. Это знают даже, ну, не знают. Даже Кашпировский. Даже Кашпировский это знают. Или Чумак знает, что Кашпировский шарватан, а Кашпировский знает, что Чумак шарватан. Но, тем не менее, это было на телевидении. Потом стали действовать более тонко. И вот эти все инопланетяне, белые боги, живущие в подземелье, как этот самый, происхождение арийской расы из Челябинского городища, ну и так далее. Вот эта вся, как бы, псевдонаучная, псевдоисторическая хрень, выплеснувшаяся, как бы, да? С ней ведь, так как с Кашпировским, обходиться нельзя. Ну, хрена знает, есть там археологическая, что-то, ну, открою. Там или еще какая-нибудь такая штука. Как бы аномальные зоны и всякая такая штука. Начинается просто массовым образом доминировать в телевидении. Но это ладно, псевдонаучная. Теперь, вот я очень люблю смотреть сериалы про Минтов. Ну, то есть, если я смотрю телевизор, то я первым делом нахожу сериал про Минтов. Во-первых, там его не надо, в него не надо всматриваться. Там, когда идут длинные сериалы, то все люди известные. Все сюжеты известные. В общем, идет фон, как бы, и все. Когда кто-нибудь в кого-нибудь стреляет, ну, поворачиваешься к телевизору, интересно. Но факт состоит в следующем. А чему мучат сериалы про Минтов? Что-нибудь это хорошее. Что-нибудь это хорошее. Разное. Честно. Да ладно. Ну, по-разному. Да ладно. Есть целая серия сериалов про Минтов, в которых, там, они коррумпированы. Они совершают, там, всякие преступления. При этом, они, как бы, совершая преступления, они не так плохие. Все относительно. Все относительно. Потом, кроме сериалов про ментов, есть еще сериалы про больников. Вот, например, хороший был сериал, Next, как назывался, по-моему. Там, где Абдулов играл бывшего вора-карманника, ставшего криминальным авторитетом, а потом депутатом Государственной Думы в России. Хороший, качественный, слепленный по нормальным канонам сериал. Почему он учат? Что вор-карманник может стать депутатом Государственной Думы. Он был хорошим человеком, когда был вором. И он хороший депутат. Человек, который стал депутатом рядом, отрицательный персонаж. Он сделал нормальную карьеру из прокурорских работников, вышел в депутаты. И должен следить за этим самым, за, ну, в общем, реализацией права, как бы. Он коррупционер. А вот вор не берет, взял. И начинается смешение добра и зла так, чтобы различить, где добро и зло было невозможно. Путин вор и бандит. И что? Он же хороший человек. И вот эта вот штука специально делается. То есть, со мной стороны, нельзя отличить истину от вранья. Как этот город Челябинской области называется, кто знает. Ну, слава богу, вы не подвержены присутствующей здесь этой самой, как бы, влиянию. Это, ну, где действие сериал происходило? А? Нет. Откуда пошла вся цивилизация? Да, из любого места. Это под Воронежем, приедут боги, из пещеры, вышли, основали... Что-то вас торгнуло, это сообщение, судя по всему. Ну, конечно. Ну, с душем память, как бы, остается. Сейчас... В Гродно на днях некий историк Гродненский, по-моему, даже известное имя какое-то, да? Выступил с докладом. Беларусь про родину своя. Соответственно, там, древние укры, основавшие... Это во всех странах происходит, не только русские как-то делают, да? Ну, и про вот какие-то такие штуки, да? То есть, все это делается для того, чтобы невозможно было различить истину и ложь, да? И уже не фантастические, а детективные сериалы или просто мелодрамы учат, что нельзя различить добро и зло. Все относительно. Как только мы доходим до такой относительности, теперь можно брать крыль. Можно отказываться от того, что зеленые человечки – это, как бы, российские солдаты. Можно отказываться от того, что пульнувшая по малайзийскому Боингу зенитная установка принадлежит России вообще, несмотря на то, что она ее производит. Ну, и так далее, и так далее, да? То есть, можно опровергать установленные факты и не считаться с враньем. Разрушение сознания приводит к тому, что мы абсолютно спокойно можем впиндюривать в общественное мнение любые установки. И вот, значит, Юрий Громыко, который, наверное, в русскоязычной, там, еще в советское время начал обсуждать Концентальную войну с другим знаком. То есть, он рассматривал Концентальную войну как действие Запада направленное на разрушение Советского Союза. Я сейчас рассматриваю это как процесс, который подготавливает общественное и индивидуальное сознание к его полной управляемости. Полная управляемость людьми, вот она еще Брутым Петриемом описана и Виктором Франхлом, знаменитым австрийским психотерапевтом, который тоже прошел конслагерь и описывал в этих терминах, в этих рамках то, что происходило в немецких конслагерях. Ну или, как известный, этот самый анекдот про, якобы, эксперимент. Я не знаю, реально был эксперимент с обезьянами этот или нет. Это когда, значит, в клетку с питью обезьянами ставится лестница к потолку, где маленький люк и из него появляется банан. Как только какая-нибудь обезьяна лезет за бананом, включается холодный душ, достаточно холодной водой и, в общем, сильными струями, да, и обезьяна ориентируется. Она не долезает до этого банана. Но, мало того, что она не добирается до банана, только еще этот холодный душ причиняет неприятности всем остальным четырем обезьянам, да. И всякий раз, когда какая-нибудь обезьяна даже вступает на лесенку, когда там появляется этот самый банан, на обезьян обрушивается холодный душ. Поэтому, когда, значит, они все получили этот условный рефлекс, и когда появляется банан из этого люка, они не обращают на это внимание, чтобы не получить дозу холодного душа. После этого, значит, одну обезьяну изымают из клетки, и на ее место приходит другая, ну, новенькую, да, обезьянку. Новенькая обезьянка не знает про эту неприятность. Поэтому, когда появляется банан, она туда лезет, да, и все получают холодный душ. Ну, в следующий раз, если она не соображает и опять лезет за бананом, другие обезьяны ее сдергивают с лестницы, не дают ей туда, например, лезть, как-то, да. Так постепенно заменяют всех обезьян. Но, когда еще там первая группа сохраняется, там, скажем, три обезьяны старых, две обезьяны новых, теперь уже, как бы, как только появляется банан, и новенькая обезьяна лезет туда, старые все стаскивают ее, не дают ей лезть, чтобы не получить холодный душ. После этого, как бы, уже, скажем, четвертая или пятая обезьяна, которая заменяет последнюю старую, как бы, да, пытается залезть за бананом, ее стаскивают, душ не льется холодный. Когда ни одной обезьяны старой, которая претерпели этот холодный душ, уже не осталось, обычай сгонять новенькую с лестницы остается. Уже никто не понимает, почему нельзя доставать этот банан, да, но обезьяны привыкли это делать. То есть обезьянами можно таким образом управлять на основе условных рефлексов. У людей условные рефлексы не работают в силу наличия свободы воли и свободного мышления, но людей можно довести до состояния, при котором вот такого рода обычаи возникают у них, и они не требуют объяснений. И когда люди верят средству массовой информации, независимо от фактов, опровергающих, там, верифицирующих фактов или фальсифицирующих фактов, и так далее, это следствие вот такого рода разрушения сознания. Это вот что касается политехнологий третьего поколения и консцентальной войны. Что с этим делать? Это отдельный вопрос, и он уже выходит за рамки, собственно, аналитической работы. Здесь нужны решения, не... ну, как... аналитикой к этим решениям не принято. Что с этим делать? Это нужно, во-первых, выводить на свет Божий, рассказывать про это, публиковать. Доводить до сведения лиц, принимающих решения или до общественного мнения, потом все вместе думать, а что с этим делать. Я думаю, что, как бы, самые простые решения здесь очевидны. То есть нужно таки бороться, служа наук. Нужно восстанавливать в правах то, что получили первые люди в качестве наказания за первородный грех. Развлечение добра и зла. Ну и так далее, да. Ну и, соответственно, движение международного сообщества против такого рода консцентальных войн. Ну и последнее. Глобальное потепление после холодного войны. Ну, наверное, это я уже оставлю на следующий раз, потому что это наиболее сложная интегрирующая синтетическая тема. Если я сейчас ее начну, то вынужден буду скомкать, чего бы мне не хотелось. Поэтому я оставлю это на следующий разъединительник. Вопросы, реплики, замечания, обширнования. Вы говорили по первой теме, да, вы говорили про то, что были идеи сделать настройки над общественными организациями, да, для того, чтобы сохранить, скажем, зерно независимости, да, вот в общественном секторе, да. То есть вы не будете настройки, вы переходили эти люди, которые бы могли... Ну, значит, настройки в виде клубов, да. Они не формализованы. Это не зонтичные организации, как в этом прямом смысле, да. И галостей получились? Ну, как сказать, вот была группа разум, например, да. Группа разум, мне кажется, получилась. И этот прецедент просто не стал достоянием широкого круга лиц. Вторая попытка, это была во время Загуменовской войны. В Загуменовской войне действовали не столько организации, сколько лидеры этих организаций, вышедшие вот в этот клуб, как бы, да, там не было никакой структуры. В таком же режиме мы пытались создавать национальную платформу гражданского общества для восточного партнерства, да. И она некоторое время так существовала, пока не, как это, традиционные менеджеры не стали доминировать в ней и требовать регистрации. Требовать регистрации, там, оформления и так далее. И в случае из Евросоюза выделили грант на поддержание национальной платформы, поручили, национальной платформы всех шести, поручили молдавской сервисной организации, сервийной сервисной организации распределение этих грантов и, соответственно, на кончет. Ну и все сдохло. То есть не получилось четвертого сектора на базе этого. Была попытка правозащитного клуба, и она тоже была убита выделением грантов поднялась. Вокруг Дома прав человека складывалось сообщество правозащитных. Сейчас с журналистами, наверное, проще всего. Есть БАШ, БАШ не профсоюз журналистский, это, ну и не творческий союз, это не союз писателей, это не творческая ассоциация журналистов. Некая общественная структура, но она подвержена всем болезням вот этого третьего сектора. Но рядом с БАШом есть, например, комиссия по этике внутри БАШа. Она скорее может быть прообразом клубности, она скорее отвечает характеристикам четвертого сектора. Сама БАШ нет. И пресс-клуб. Пресс-клуб, несмотря на то, что он делается, скажем, общественной организацией, ну то есть третисекторальными усилиями, да, по большому счету то, что складывается вокруг пресс-клуба, это скорее явление четвертое, четвертосекторальное. Это, собственно, больше похоже на гражданское общество, чем сама общественная организация. Но тут, понимаете, как бы вопрос уже количества, долей. Что преобладает. И, в принципе, вот мы замечали это за нашей активностью, нашей деятельностью. То есть Леточий университет пытался как раз делать акции гражданского общества. Но как только они становятся раскрученными и популярными, в эту же нишу влезают сервисные структуры. И они это делают лучше. Фокус в чем, как бы, состоит? Что структуры гражданского общества, да, или клубные, не будучи ресурсно обеспеченными, они не могут сделать это лучше, чем профессиональные структуры, да. Поэтому публичные лекции, которые делают им агуру, да, гораздо лучше получаются, чем дешевле и эффективнее, да, чем, например, те, которые делают Леточий университет. Ну и так далее, и так далее, да. Поэтому слабость вот этих всех четвертосекторальных вещей по сравнению с профессиональными в том, что они меньше ресурсно обеспечены, и там больше бардака. Ну, бардака почему больше? Потому что, как свободные люди действуют, да, кто хочет, тот делает. А соответственно, если хочет, то я делаю так, как я хочу, не так, как мне сказал начальник. Да, соответственно, получается там разборки, конфликты, там, и так далее, и так далее. И тогда, что мы больше ценим? Если нам нужна свобода и вот активность, как бы, свободная, да, и мысль, там, и так далее, ценности, крейти, да, мы даже понимаем, что это лучше сделает сервейная организация, да, ну, не должны идти по этому пути. Это все равно, как, скажем, пошли бы вы на пикник, да, хотели провести его там в природе, в естественной обстановке, там, и так далее, да, ну, и заказали еду соответствующую, с доставкой, с официантами, там, и так далее, и так далее. А смысл? То есть, что вы хотели, как бы, да? Если вы хотели поесть, то, конечно, лучше заказать еду с официантами, да? Если вы хотели отдохнуть, пообщаться, получить там заряд какой-то вот энергии, да, лучше делать самим. Разводить костер, жать шашлык, замачивать, договариваться, распределять обязанности между собой, и так далее, и так далее. Ну, я мог бы тоже еще про это много рассказывать, потому что я, в общем, как бы принципы говорю, да? Это вот когда-то Георгий Петрович обсуждал на примере детской игры. Вот, скажем, играют дети там в школу, или в больницу, или там еще что-то, даже казаки-разбойники, да? Играют они в детском саду, или в начальной школе, там, и так далее, да? Что происходит, когда дети сами играют в такие игры? Они начинают конфликтовать и скандалить. А кто будет немцем, а кто будет нашим, да? А кто будет там доктором, а кто будет пациентом? Им важно распределение ролей. В этих ролях, как бы, да, они могут себя находить, для них там ценно, как бы, да, получить ту или иную роль в игре, там, и прочее, и прочее. Соответственно, за престижные роли в игре. Они дерутся, спорят, скандалят, и пока они скандалят, игра не начинается. Пока разговорки все не закончились, игра не начинается. Учителя, которые знают, от психологов, там, исследователей, да, что игра – это очень важный развивающий фактор, как бы, да? И они говорят, вот, в игре дети получают навыки, там, такие-таки, учатся этому, 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 да? Отлично. Значит, в учебный план школы вставляется необходимость провести игру. Учитель объявляет игру, дети начинают делить роли. Блин, а игру надо провести за урок. Ну, или, там, отведенное время, как бы, да? А у них все уходит на скандал. Как бы, до игры дело не доходит. А учителю надо провести игру. Ему потом галочку в журнале надо поставить. Что делает учитель? Так, ты будешь немцем, ты будешь, тем самым, большевиком, как бы, да? Ну, и все, игры не будет. Той игры, которая важна, в которой дети обретают навыки лидерства, да, навыки коллективного решения конфликтной ситуации. Этого всего нет. Учитель назначил. Убить игру. Так вот, да, третий, четвертый сектор сейчас, они вот этими различаются. Гражданское общество, это где? Люди выясняют отношения. Где устанавливаются, по дамбурскому счету, да, отношения лидерства, следования, ответственности, критики, там, и так далее, да? Где это настоящее, как бы, развитие человека. Как и должно быть в гражданском обществе, да? В третьем секторе все не так. Есть назначенный, ну, или самозванец, руководитель, который там создан, у которого есть ресурс, он привлек деньги, да, он, соответственно, распределяет роли, и так далее, и так далее. И вот это восстановление человеческого, там не происходит. Но задача решается лучше, профессионал уже делает. В текущих условиях, ну, вообще задача с проектированием проектировать, вот, видите, Ченопи-сектор, спроектировать, спроектировать, чтобы Ченопи-сектор вырастал, она может быть восстатой? Да, да, ну, ну, на это тоже нужно найти ресурсы. Ну, то есть, спроектировать, чтобы вырастал, но не спроектировать Четвертый сектор? Да, он не приносит, он растет. А для этого надо договориться о ценностях. Чтобы мы понимали, что ценно. И вот в этом месте, знаешь, у нас есть басня старая. Я вам рассказала одна активистка из Ивенца. Ну, Ивенец маленькое местечко, и в нем, значит, еще какой-то британский фонд, фонд британского принца, да, выделил денежку на то, чтобы установить карусель, какую-то хорошую карусель привезти из Англии и установить для деток в Ивенце. Но, чтобы это привести, как бы, да, нужно было, чтобы в сотрудничество вступили несколько организаций, и тогда эти деньги, фонд, как бы, который оплачивает, там, как бы, да, выделит вот этот консорциум этих, там, пяти организаций, которые существуют в Ивенце. Как только это было объявлено, значит, все организации между собой перессорились, там началась какая-то хрень, там, выяснение отношений и так далее, и так далее, да. Ну, и это самое. Местный исполком, по-моему, это все разогнал нахрен. Разогнал, тебе говорят, ну, блин, ну, как, детям же карусель-то нужна, как бы, да? В результате купили эту карусель за государственные деньги, установили, все, решено. Ну, ребята, грант, импульс весь был, как бы, направлен на то, чтобы у вас появилось гражданское общество в Ивенце, чтобы вы научились договариваться, решать какие-то проблемы, распиливать там эти самые совместные, даже ресурс, который получен, как бы, и так далее, научились взаимодействовать между собой. А дальше смещается цель. Карусель главная. Но главное в этом месте не карусель. Карусель можно построить и без всяких этих грантов, без всякого гражданского общества и так далее, да? Точно так же, как эти самые велодорожки, там, или еще что-нибудь, да? Надо городские средства городского бюджета. Очень многие штучки, за которые борются, там, городские активисты, можно сделать гораздо лучше. Ну, дело не в этом. Дело в том, чтобы это была активность людей. И когда люди выходят, например, там, не знаю, на субботнику убрать сквер, это одно дело, да? Когда ЖЭС выгоняет дворников, или сам объявляет субботниками, там, и так далее, другое дело. Материальная часть может быть одной и той же. Ну, да, урана, там, территория, да, посажем газон, спилено дерево лишнее, там, и так далее. А вот эффект? Совершенно не тот. И как-то, и постоянно происходит вот это вот смещение на полезность, утилитарную полезность вещей, да? Все проще сделать с помощью организованных структур, профессиональных. Еще? У меня такое противоречие возникло, ресурсное, может, я не прав. Вот третий сектор и четвертый, да? Третий сектор обеспечен фондом, так, фонд дает ресурсы на функционирование, грубо говоря. Четвертый сектор ограничен в этих ресурсах. При этом третий имеет направление, которое задает, кто платит, так, кто заказывает музыку. Четвертый сектор волен определять направление деятельности сам. У первого сектора есть ресурсы, но цели строго заданы. У четвертого нет ресурсов и цели определяют, ну, допустим. Если люди могут это делать. Вот, кстати, проблема постсоветского общества, что люди не могут договариваться о целях. Если им не ставят цели начальства, они не умеют договариваться. Ну, про четвертый сектор мы же и говорим, как те, кто, ну, все-таки спорят о человечестве и определяют эти цели. То есть мы открывали их такими объединениями. Значит, они, да, но у них нет на это ресурсов. Ну, нет. Кроме собственного свободного времени и собственных сил, как правило, да. Мне кажется, что тут главное ваше разделение, это не антологизировать, да, что если это там зарегистрирована общественная организация и, ну, там, ищущие ресурсы, то это обязательно там третий сектор, и это значит, они не ставят себе цели и так далее. То есть тут скорее вопрос в наличии вот этих, ну, там, свободной воли, постановки целей, обсуждения целей и так далее. Они, да, они, они формальный статус, ну, там. Не, ну как, тут, мне кажется, да, не антологизировать, то есть антологизировать надо, не натурализировать это дело, да. То есть, вот как с этим, константальную войну я обсуждал, да, и в концлагере можно сохранять свободу мышления. Можно. Но для этого требуются очень большие усилия. Очень большие. Вот тот же Бруно Петр Гейм и особенно Франку, да, описывать так это дело, скажем. Есть вещи, которые в концлагере, ну, обременить. Их можно не делать. Ну, например, никто не требуется в концлагере чистить зубы. Сохранить себя в концлагере можно, если ты ежедневно чистишь зубы. Или там еще что-нибудь. Делаешь какие-то вещи, которые не являются обязательными. Или, там, обратный случай, да, когда там какой-то надсмотрщик в каком-то бараке заставил всех заключенных мыть обувь не только снаружи от грязи, но и изнутри. Ну, что такое изнутри побыть обувь вечером, перед сном. Видите, это утром вы получите мокрые шмаки. Они не просыхают, как бы, да. Глупое же требование. Но там, в немецких концлагерах, это специально делалось, да. И вот он потребовал, значит, и заставил всех, просто контролируя, да, мыть обувь несколько дней снаружи и изнутри. Потом забыли требовать, перестали проверять. А он проверял. Ходил, пловите на армию, значит, все проверяли там несколько дней. Потом перестали это делать, забыли. И большая часть заключенных этого барака продолжала мыть обувь изнутри, даже когда ее не проверяют. Ну, это уже, ну, как бы, бессмысленная штука, как бы, да, и так далее. Но есть, казалось бы, бессмысленные с точки зрения начальства, принятых норм, там, и так далее, которые позволяют сохранять человеческое в человеке. Так вот, от того, что вы поступаете на службу в, там, НГО, выигрываете конкурс, получаете должность, там и так далее, вы тем самым не перестаете быть человеком. Но теперь, как бы, вопрос только в усилиях. Вы можете поддаваться требованиям, да, а можете не поддаваться. От вас будут требовать. Ну, каких вещей требовать, скажем. Вы проводите мероприятие, содержательное, да, и отбираете тех, кто на это содержательное мероприятие может прийти, внести содержание и работать по содержанию, ну, достигать цели, да. А то, наверное, от вас требует, чтобы было поровну мальчиков и девочек. Ну, гендерный принцип соблюсти. Вы говорите, блин, ну, где я вам возьму этих самых девочек, которые, как бы, нужны здесь, да. Нет, блин, любых. Но как бы должно быть поровну. Если будет меньше мальчиков, никто у вас не спросит. Вдруг окажется там другая, гендерный баланс, да. Девочки, содержательные, специалисты, там, и так далее, вы набираете, ну, а там там пару мужчин оказалось. Это не страшно. Но вот если девочек не будет хватать, никто не будет спрашивать. Специалисты, они нужны, они в этом мероприятии, нет, да. Или, там, ну, ГБТ, да. А потом говорят, вот вы там, это самое, занимаетесь, аховаясь пустушек-бать мужчины, как бы, да. А как это влияет на развитие толерантности в отношении к сексуальным меньшинствам? Ну, что, у вас с чем вытраховываются, как бы? Приходится вот этим, и тут, если вы дадите слабину, да, все, вот пошли. Деградируют. Это бывает еще, кстати, не только с донорами, да. Вот скажем, сейчас разгорелся в Беларуси срач по поводу выступления Кравцевича относительно фудбая. Да, да, ну и начинается. Можно ли быть белорусским патриотом, оставаясь русскоязычным? Или, хорошая или плохая штука, тут бай. Да, и надо ли давать здесь у национального героя, там, и так далее. Срач абсолютно бессмысленный и беспощадный, да. И в нем постоянно встречаются такие штуки. Кто-то написал, там, не знаю, статейку, или наоборот, там, камеру, и так далее. Обязательно приправился к нескольку придуркам, которые на чистом русском языке. Скажут, что ему не было русской мови. Понимаешь? Это вот давление, ну, это еще в свое время назвали террором профсоюзной организации, да. Давление дурацкого общественного мнения на нормальных людей. Когда, как бы, абсолютно бессмысленные формальные требования в силу политкорректности накладываются туда, где они совершенно не важны. Начинаются требования ненужных вещей там, где, ну, как бы, без этого можно обойтись. Или они даже в ритме бывают. Но, тем не менее. И в Советском Союзе, например, была квота на всякие выборные должности. В парламенте должно быть не менее 30% женщин. В Советском Союзе было введено. И мы все понимали, насколько это глупо. Демократический Евросоюз сейчас идет по тому же пути. Ну, и так далее, да. При всем при том, что в этом нет ничего сексистского или антифеминистского. Никто ж не говорит сейчас, например, почему этот гендерный баланс не соблюден в христианской демократической партии Германии. Дважды подряд лидером партии становится женщина. Почему не меняется ему? Раз мужчина, раз женщина. Если баланс, значит баланс. Нет, выбирается тот, кто способен. А не по этой дурацкой кводе. Еще спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.